Звезды, премьеры, триумфы, скандалы. Самые интересные истории от самого известного кинокритика страны Андрея Алферова. Из-за кулис 72-го Каннского кинофестиваля. В проекте «Мы в Каннах-72». Эксклюзивно на tvi.ua Последняя страница блогов, посвященных фестивальной жизни. 10 жарких, напряженных дней. Накопление какой-то нечеловеческой усталости для всех, кто приезжает сюда работать. Просмотр кино – это работа. 5 или 4 просмотренных конкурсных фильмов день. Ну, в общем, выпивают из вас довольно жизненных соков. Плюс стояние в очередях, потому что еще хочется попасть на кино, не чужое, например, на Тарантино. Многое, конечно, не получилось, но было хорошо. Вот про Каннский фестиваль из года в год можно говорить вот так же. Итак, возвращаясь к тому, с чего все начиналось. Это Киев, а Каннский кинофестиваль закончился победой корейского фильма «Паразиты» режиссера Бо Джин Хо. Который понравился одновременно всем. И членам жюри, и его голове, режиссеру Александру Гонсалес-Ингериту, и профессионалам, и критикам. В общем, всем-всем, кто попал на эту картину, которые единственные из всех конкурсных фильмов аплодировали битых 15 минут стоя. «Паразиты» — это такая плутовская черная комедия о классовом неравенстве. Это бедная корейская семья, обитающая где-то на социальном дне, просачивается в семью богатую. И со временем захватывает управление всем в этой семье, включая бизнес и прочее, прочее, прочее. Это первое золото для Кореи. Лучшая мужская роль — это, конечно, Антонио Бандерас. Сыгравший режиссера в «Кризисе», который никак не может распроститься со своим прошлым, в котором так много неотпущенных обид. Гран-при фильму «Атлантик» — первой темнокожей девушке режиссеру, которая оказалась в Каннском конкурсе. История про парня и девушку. Он уезжает из Африки в Испанию, а возвращается к ней уже призраком. Режиссеры лучшие, опять бельгийцы-братья Дарден, у которых две золотых пальмовых ветки. Вообще полный набор каннских наград. И вот теперь еще за режиссеру, за драму под названием «Молодой Ахмед». Про мусульманина, школьника в современной Бельгии, который решает зарезать собственную учительницу только потому, что та встречается с евреем. В особом взгляде, где сражался наш фильм «Домой», ничего там не взявший, кстати говоря, критики отдали награду картине «Дылда» Кантемира Балагова и, разумеется, премьера нового фильма «Квентина Тарантино». Тарантино, которому ничего не досталось, вопреки прогнозам, что ему могут дать еще одну золотую пальмовую ветвь, Тарантино скромно удостоил сюрприза «Пальм-одок». Это каннская награда за лучшую собачью роль. Эту награду получил Пит Буль, сыгравший в паре с Брэдом Питом. Полный перечень призов вы сможете найти на сайте Каннского кинофестиваля или на сайте у нас. Мы обязательно еще раз пройдемся по всем наградам. А у меня, в общем, все. Спасибо, что следили за всем в Каннах происходящим. Спасибо, что читали и слушали. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!